Добрый день. Прошу обратить внимание на мою ситуацию губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и прокурора Сергея Филипенко. Я, Лапшин Сергей Анатольевич, осуществляю деятельность как ИП глава КФХ, помог оформить Добрынину Виктору Ивановичу земельный участок, права на который ему принадлежали ранее согласно госакта без установленных границ. Для этого по договору услуг привлекли к участию компетентного юриста. Осенью 2021 года по договору он приступил от имени Добрынина Викторовича к работе по установлению границ участка. При этом согласия на посев силами СХПК и за их счет Добрынин Викторович не давал. Участок находится в Куртаерском округе Екатеринского района Саратовской области. После оформления документов со мной был заключен договор аренды участка. Весной 2022 года выяснилось, что там незаконно посеяна осенью 2021 года Милешиным Сергеем Васильевичем, который является председателем СХПК Куртаерская, пшеница. После того, как мной оформлены были все необходимые документы для освоения участка, со стороны Милешина посредством организации им различных встреч началось давление на меня с целью отказа от своих прав на данный участок. Так ко мне обратился с разговором Тимофеев Сергей, действующий по указанию Фролова Николая Васильевича, это руководитель предприятия, Ефремова Олега Алексеевича, тоже руководитель предприятия, и Милешина Сергея Васильевича. По данному факту было с моей стороны обращение в прокуратуру Екатеринского района Саратовской области и полицию. Результат данное обращение не дало. Полиция и прокуратура бездействуют. Совсем недавно, 16 июля 2022 года, глава Екатериновки, Зязин Сергей Борисович, инициировал Совет депутатов с целью покровительства Милешина Сергея Васильевича, как председателя СХПК Крутоярская, и его коммерческой деятельности. По незаконной обработке земель сельскохозяйственного назначения, имеется видео о данном факте. Только депутаты остались, да? Да. Если можно, прикройте дверь. Значит, что хотел сказать, депутат, я почему сегодня приехал, потому что здесь назрела не очень хорошая ситуация, я не в курсе, да, по поводу земли. Начинаются какие-то непонятные разборки. Конечно, такой разборок на вашей территории он никому не нужен. Посеяли азимы, оформили сын лапшин, да, взговали с этими. Вот. И захватывают азимы, которые принадлежат этому. Вот я подготовился. А все перекваркнули, перегляд. Сергей Васильевич, а помните, вы сейчас скажите. Вот я понял. Там, значит, где вы посеяли, сейчас какая ситуация, там сколько-то, 136 гектаров? Да, 133 гектаров. Вот. И вам сейчас мешают убрать это? Да, захватывают, делают. Какие вопросы вообще? Хозяйство, я сейчас уберю. Если это чужая земля, какой-то арендный плат. Вы же заплатите так? Что-то какое-то. Конечно, мы заплатим, в смысле, хозяйство. Вообще, этот вопрос не должен возникать. Просто надо две страны, должны договориться между собой. В чем проблема? Да, мы, почему депутат, он как, в какой-то, в какой-то, в какой-то, в какой-то, в какой-то... Депутат, он здесь живет, в какой-то, в какой-то, в какой-то, в какой-то... Если вы не будете решать, кто же вы, как-то еще вас будет решать, Сергей Васильевич. Что это? А вы никогда ничего здесь не решали. Коллеги, вы должны понимать, что если от вас сейчас хозяйство повернется, здесь вы вообще и зимой, и летом, и весной, и осенью, ничего не сможете сделать. Потому что основной платящий, полу платящий. Ты вот головой подумай. Ты головой подумай. Только у меня проводил, прям уходил, запомнил. Галдит проводил. Галдит проводил. Если ты палки в колесо вставляешь. Да, я палки вставляю. Да, вставляю. Я вам вставляю. Дай, пожалуйста, на сколько я... Какие палки вставляю? Она не моя дорога. Значит... Наша! В силу своей помощи, уважаемые депутаты, я прошу вас обладать и сегодня. Представление на ваш адрес отреста. Потому что работу главы меня не устраивает. Главное, привез корреспондента. Да, Сергей Васильевич. Я такой, полиэтиленок направляю, а вам решать. Больше ли вам. А дальше продолжаться суд не может. Считаю, что есть факт бездействия полиции, прокуратуры и превышения должностных полномочий главой района. Вместе с тем, органы местного самоправления не вправе вмешиваться в отношения хозяйствующих субъектов и обязаны действовать в рамках своих полномочий, предусмотренным федеральным законом номер 131. Об общих принципах организации местного самоправления в Российской Федерации. Хочется добавить, что работать нужно в новых условиях, не используя панибратское отношение к власти. Что законом все предусмотрено и инструментов для достижения поставленных целей у нас в России предостаточно. Главное честно трудиться и быть справедливым к тем, кто зависит от нас. Не быть жадным и максимально выстраивать свой бюджет с учетом планирования бизнеса. А в Крутояре, по сути, сейчас застой времени, когда права землевладельцев должным образом не соблюдается. Все построено на обещаниях и на извинениях в том, что их не смогли выполнить.